Нет такого ощущения, что там могут не взять, могут взять. И не волнуюсь вообще. Четвероклассница Маша Царева, как и ее одноклассники, уже вздохнула с облегчением. Если еще несколько месяцев назад ребята трепетно ожидали итоговых испытаний, то теперь знают точно. Учебную прописку они не сменят и продолжат изучать профильные музыкальные науки в будущем году. Гимназия номер 4 областного центра давно зарекомендовала себя как учреждение, где дают хорошее знание не только по учебным предметам, но и эстетическому воспитанию. Не зря многие родители стремились и стремятся отдать своих детей именно сюда. Она просто музыкальная, а мы с музыкальными способностями дети у нас еще в музыкальной школе учатся. Поэтому мы планировали именно в эту гимназию. Мы от нее недалеко живем, поэтому выбрали ее. Мне очень понравилась сама атмосфера гимназии. То есть это очень доброжелательное место, очень хорошая квалифицированная педагогия, и очень много проводится разных вечеров. И когда приходят вечера с семьями, то здесь учились папы, мамы, дети, вторые дети, третьи, мне очень много знакомых, у которых учится именно двое-трое деток здесь. Если четвероклассники и их родители уже имеют представление, как сложится их судьба на ближайшие несколько лет, то старшеклассники в легком недоумении. Информация о введении национального экзамена, как и все новое, была встречена с некоторым волнением. Пока какой-то конкретной формы его проведения не было представлено. Однако девятиклассники четвертой гимназии знают, полученных в учебном заведении знаний им точно хватит для того, чтобы пройти это испытание достойно. Гимназия нам дает очень многое. У нас есть музыкальное образование, которое нам помогает в дальнейшем обучении в гимназии. Также у нас очень хорошие преподаватели и качество образования. То есть меня все устраивает. Придется работать, безусловно, многое с родителями и объяснять, что несмотря на то, что экзамен упразднили, несмотря на то, что гимназия по своей программе мало чем будет отличаться от обычной средней школы, все-таки необходимо ребенку объяснять учиться. Для чего мы пришли в гимназию? Для чего вы выбрали? Только потому что мы рядышком, потому что мы по микрорайону, либо у нас далеко идущие планы? Конечно, активнее всего разбираются в тонкостях и нюансах нового указа администрации и педагоги гимназии. Всего в Бресте их шесть. Введение системы беспрерывного обучения для некоторых станет моментом переломным. Набор в гимназии будет проходить с первого класса, как и в обычной школы, путем подачи документов согласно району проживания. Однако до подписания указа не все гимназии Бреста имели начальное звено обучения. Сегодня отделом образования, спорта и туризма проводится большая работа над тем, как организовать учебный процесс в таких заведениях в целом и что ляжет в основу новой системы обучения. В статусе учреждений ничего не изменяется, они продолжают оставаться и функционировать как вид учреждения гимназии. Единственное, что к гимназистам будут относиться учащиеся в 10-11 классах. И поступление в гимназии для тех, кто будет поступать со временем в 10-11 класс, порядок это определит Министерство образования, в соответствии с указом президента, будет осуществляться именно в эти классы. Проект призван снять неоправданную психологическую нагрузку с учащихся начальной школы. Рациональности нововведения судить можно будет уже по итогам следующего учебного года. Что касается организации образовательного процесса в новых условиях, то говорить об этом пока рано. Предусматривается, что для мотивированных учащихся представится возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне. Министерству образования в двухмесячный срок будут подготовлены правовые акты, необходимые для реализации норм указа.